Здравствуйте! Если кто еще не в курсе, то вы на канале В Шлеме. С вами Диван на пафосно-небесный Андрей Гав и это Разбор Полета. Прежде чем я начну разбирать достаточно серьезный вопрос, а выпуск сегодня обещает быть долгим, очень часто я слышу и читаю, как неисправимые долбоклювы обвиняют меня в ненависти к мотоциклистам, любви к автомобилистам и вообще не в мотобратстве, вот и бешусь. Раз пошла такая канитель, давайте с вами вместе разберемся, что это такое вообще мотобратство. По мнению некоторых, скажем так, не очень далеких индивидуумов, любой, кто купил мототранспорт, автоматически стал суперклассным и безгрешным мотобратом мне. И я обязан в любой ситуации быть за него горой. Хотелось бы, конечно, в это верить и я был бы этому рад, если бы не одно «но». Так сложилось, что мотоциклы продают не только лучшим и адекватным, а любому долбоклюву, имеющему на него денег. Давайте от слов к делу. О, господи, ну тут же ничего страшного не произошло. Ну подумаешь, немного завтыкал. С кем не бывает. Тут соглашусь, завтыкать может каждый. Главное, если вот так вот вдруг повезло, сделать правильные выводы, осознать степень пиздеца, в который ты мог попасть по своей же вине, а не выкладывать подобное видео в сеть с невозвутимым видом катая телочку и пролетая ГГЧа мимо пешеходов. Не делая выводы, подобное рано или поздно приведет к вот этому. Ну какой ты мне мотобрат после этого? Ты не умеешь элементарного, просто тормозить. Не экстренно тормозить, а просто тормозить. Пытаясь своими корявыми ножками упереться в асфальт. Ты когда садился на мотоцикл, понимал степень ответственности управления мотоциклом в городе? Или считал, э, да хули тут уметь? Ну, защитники мифического мотобратства. А если бы это была ваша мать с вашим ребенком, как долго бы вы с этим мотобратом продолжали обмениваться любезностями? Поехали дальше. Спортсмен-мотоциклист Юнус Эмре Каран и его товарищ Абидин Гюль решили поганать по трассе, чтобы испытать новый двигатель, установленный на один из мотоциклов. Мотоциклы разогнались и поочередно врезались в грузовик, в момент столкновения разворачиваясь, находившись поперек дороги. В результате аварии оба мотоциклиста погибли. Казалось бы, они уже заплатили за свою чудовищную ошибку самую дорогую цену. Очевидность безответственности на дорогах общего пользования тут просто неоспорима. Очередные гонщики перепутали трек с дорогой. Но, внимание, семья одного из погибших сама опубликовала это видео, желая привлечь внимание общественности к произошедшему после того, как суд отказался заключать под стражу водителя грузовика. Да, вы не ослышались. Родственники покойных считают, что водитель грузовика, внимание, совершил двойное, блядь, убийство. И должен быть арестован и приговорен к серьезному тюремному заключению. И вот после этого, по мнению долбоклювов, я должен включить режим отобратства и топить загонщиков, не понимающих степень ответственности на дорогах общего пользования. Не делая правильных выводов из трагедии других, вы, неуважаемые мной долбоклювы, кончите так же. И хорошо, если это снова будет грузовик, на котором просто поцарапается краска. Вот как я здесь могу встать на сторону мотоциклиста, если его полное непонимание происходящего на дороге привело к подобной трагедии. Как я могу обвинять кого-либо в случившемся, кроме самого виновника ДТП? У меня, как и у любого нормального здравовыслящего человека, нет вариантов для оправдания мотоциклиста. Или вот. Как назвать того, кто допустил за руль заведенного мотоцикла, человека без экипировки и элементарных умений управления этим самым мотоциклом? Или мне нужно сказать, что мотобрат красавчик, а тупая овца сама в этом виновата? Более живописно этот ДТП я разобрал в своем инстаграме. Там же я вместе с вами делаю небольшие разборы полетов. Ну а мы двигаемся дальше. Окей, окей, вот ты за любого мотобрата стреляешь в упор. А здесь ты стоишь, просто пытаешься развернуться. Пропускаешь всех, всматриваешься то в одну сторону, то в другую, пытаясь поймать окно. Вот и оно, безопасно, можно ехать, а тут бац! Бля, да это же просто мотобрат, бесключенный фарой, летящий по своей полосе. И его должны все пропустить. Угадать, с какой скоростью он несся, угадать, что он вообще есть, и пропустить. Но ты-то тоже вроде бы мотобрат. Так что вам остается? Правильно, расцеловать друг друга и расползтись. Ходить-то вы уже не можете. Ну не дело же, в конце концов, мотобрату мотобрата обвинять. Да? А давайте я вам сейчас матью покажу. Вот один толбоклюв, ой, извиняюсь, мотобрат, садит себе на мот двух идиоток. Согласившихся помочь, продемонстрировать окружающим всю его крутость. Тут плохо видно, но я расскажу. Одна сидит на баке, лицом к нему. И, естественно, без какого-либо экипа и без шлема. А вторая сзади, с одним шлемом. Вы должны понимать, что та, которая сидит спереди, она как бы слегка ограничивает обзор нашему крутому мотобрату. А теперь, смотрите внимательно, сейчас будет магия. Ай, чу-по! Давай еще раз. Ай, чу-по! Давай еще раз. Ай, чу-по! Круто, да? Вот это фокус! Откуда же взялся еще один мотоцикл? А давайте вы, как всегда, поставите видео на паузу и напишите в комментах, как вы считаете, откуда взялся второй мотоцикл. Ставим. Жду. Написали? Сверяемся. Так вот, наш очень крутой мотобрат с двумя цыпочками на борту не учел того, что крутым может быть не только он. А из-за ограниченного обзора и не увидел, как другой, не менее крутой наш мотобрат стружит на заднем. Там, где полно шныряющих и явно выпивших пешеходов. А когда на один квадратный метр слишком много крутых мотобратьев, всегда жди магию. Подумай, что у одной из телочек нога так сломана, что она теперь нафиг никому не нужна. Мотобратья тут точно ни при чем. А это просто случайность. Не правда ли? Нет, не правда. Это закономерный результат тупости и безответственности. Дегенератов, которых я должен считать братьями только потому, что они на мотоциклах. Подведем некий итог. Если ты не понимаешь, что дороги общего пользования это ни трек, ни арена цирка для повышения твоего ЧСВ, то ты мне не брат тупень долбоклюный. И мне не важно, на чем ты. На мотоцикле, на автомобиле. Брат мне адекватный участник дорожного движения. Умеющий управлять своим транспортным средством. Не подвергающий опасности жизни, здоровья своих и окружающих его людей. И самое главное. Не остающийся безучастным по отношению к безответственности других участников движения. О, 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 о. О, 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 о О, о, о! О, о! О, о! О, о! Это будет не зальцом! О, окей, окей! Субтитры сделал DimaTorzok Психология гражданского мотоциклиста-долгожителя Это не только умение брать ответственность за свои поступки на себя Но и умение пресекать безответственность других участников движения Вот это и является основой мотобратства А не наличие двухколесного между ног Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Ссылки на мой инстаграм и братство в шлеме смотрите в описании под видео А на сегодня все Берегите жизнь и здоровье свои и тех, кто окажется рядом Пока